Пахтали мировой океан, то есть был мировой океан. Пахтали это вот как бы взбалтывали. Это кто? Индусы. В общем, это древнедийский миф есть такой. Жил-был там мировой океан, а боги и демоны, они вместе сговорились и решили его пахтать, ну то есть взбивать, чтобы эликсир бессмертия получить. Для этого они взяли такого здорового змеюку, такого гигантского, да, и начали им там это шурудить. Шурудили, шурудили там, в общем, и нашурудили, и получился эликсир бессмертия. Но в процессе этого получился у них какой-то еще очень сильный яд, ну как побочный продукт всего этого дела. И боги обманули демонов, то есть демоны думали, что им тоже достанется эликсир бессмертия, а боги их кинули. То есть боги взяли их сами, выпили его и стали бессмертными, а демоны остались злые. Со своим ядом. Вот такие злые остались. А, из-за этого. Объясняю, из-за этого, да, то есть боги их обманули фактически. А что тогда они, что за боги, которые такие нехорошие? Вот, а кроме этого, вот этот вот яд, он грозился разлиться по всему мирозданию всех отравить. Это нефть, это нефть. Вот, это был, в общем, яд, и его Шива выпил, то есть он взял, и чтобы спасти вот, там, нет, он взял его, выпил и задержал в горле. То есть он выпил, и чтобы вот, ну, он дальше Шиву мог убить теоретически, вот, он взял и его проглотил, но выпивать дальше не стал. То есть он у него в горле застал, застрял, да, и он весь посинел. Но это вот подвиг героический, который Шива совершил. А куда он потом выплюнул его? А он так и его в горле держит. Ой. Так и держит? Да. И кроме того, вот, с тех пор начались войны между богами и демонами. То есть демоны пытались, как бы, ну, вот, отобрать у богов, там, что-то, то, что им, там, досталось. А как это он держит всю жизнь этот яд в горле? Ну, вот поэтому все. Ну, то есть я, вот, как и слышал, такая история, может быть, он уже растворился, может, он его как-то нейтрализовал, ну, вот, примерно так вот. Да, да уж, мы можем, это как-то синтезировать какое-нибудь вещество для, ну, утилизации этого яда. Они же боги. Прикольно. Мне, правда, понравилось, это подвиг он совершил, да? Ну, установку придумать. Ох ты, классный Шива. Вот почему он такой фиолетовенький, симпатичный. Это Шива, да, это Шива, что вы этих. Помнишь, Анжела, мужчина, что вы там стоите? Анжела, отстань от него, не видишь, он голубой, помнишь? А, крутинку. Да-да-да. Вот примерно так, а он, оказывается, вот что, вот оно что. Ну, все равно как-то жестко яд. Ну, жал. Нет, классно. А как Иисус, он тоже всех спас. Ну, как-то. И этот тоже всех спас. А подвиг, значит, был. Отлично, молодец. Когда Иисуса же много было всяких мифов о богах и героях, которые спасали, ну, там, человека. Вселенную. И спасали, и приносили там вся жертву. То есть был, например, Азирис, который периодически, ну, это египетский бог, который периодически умирал, потом воскрешали, потом снова умирал. И вот так вот периодически это все хозяйство было. Был злой сед, который убивал, была сестра Изида, которая там его собирала потом по кусочкам. Ну, это египетская мифология, да. Изида какая-то, типа, хорошая. Изида знакомая. Изида это богиня, а истины, в первую очередь. Вот, ну, не только. То есть она там, у нее много функций. В принципе, она чем-то похожа на богоматери, то есть на великую мать. То есть у многих была культура культ великой матери, из которой там все родилось. Там другие боги, там люди и мир вообще. Как-то странно. Что-то меня там все смущает. Зачем вообще создали такой мир, в котором кто-то кому-то делает больно, кого-то надо спасать, бобобобо, какой-то... Ну, уж могли бы сделать какой-то мир, чтобы что-нибудь просто там создавалось, клеточки там, структуры строили, но никто никого не бил железным мечом по голове. Ну, это эволюция, Дарвин. Так как-то странно. Вот, типа, странный такой бог, который вроде вот, да, любит всех, ну, зачем-то создал мир, в котором, типа, постоянно кто-то кому-то делает больно, кто-то в аду кого-то жарит, там, вот, какие-то люди, которые надо спасать. От кого? От себя, что как-то вот так? Ты хороший вопрос задаешь. Очень многие люди как раз задавались таким вопросом, искали ответы. То есть это один из основных вопросов, ну, к богу вообще и к мирозданию, почему-то оно такое несовершенное. Да, зачем столько всяких? Вот, и христиане, например, насколько я знаю, обычно отвечают так, что бог-то замыслил и создал мир. Да, идеальный мир, да. То есть идеальный, там, вот. Это люди всё испортили. Люди, благости. А потом, дескать, ну, либо люди там согрешили, либо сатана их. Демоны там всякие. Кто-то вот... Испортился. То есть бог наделил свободой воли своих созданий, да, в том числе людей. И люди используют эту свободу воли во зло. То есть они её, ну, начали просто, ну, косячить и шваться. Да, и ответственность, получается, за зло, оно возлагается не на бога, а на людей или на дьявола какого-то, да, то есть на какие-то злые силы, которых создал бог, но это уже, получается, как бы уже бог не отвечает за то, что люди распределяют, ну, распоряжают свою свободу воли. Это как, всё равно, что взрослые дали детям острые ножи, а дети пошли и ножиками... Всех перерезали. И друг друга поковыряли, а взрослые такие, ай-яй-яй, это вы плохие, что вы, типа, этими ножиками всё вокруг порезали. А, милый мой, а зачем вы им ножи-то дали? Ну, да, тут можно, конечно, продолжать рассуждение, то есть можно говорить, что бог всё равно отвечает за всё, то есть он же всеведущий, всезнающий... Да, он же знал. ...чего вся эта свобода воли-то приведёт. Музы такая, что... Да. Вот, и есть такой подход, что бог действительно, ну, попустил тому, чтобы вот это всё начало развиваться несовершенным образом, а потом бы снова вернулось к совершенству. Ну, то есть это как игра такая. Если было бы всё идеально... То это скучно было бы. ...не было бы зла, было бы скучно, и по контрасту непонятно было бы, в чём добро тогда. То есть не было бы зла, не было бы и добра. Вот, не было бы каких-нибудь там злодеев, не было бы и там героических светлых подвигов. Вот, и развития, может быть, даже не было бы, да? Всё было бы как, ну, в саду там, однообразно до безобразия. Довалялись бы и ели бы яблочки рейд. Это идея, мне кажется, ну, ближе к тому, что может на самом деле быть, потому как, если представить себе бога, как вроде, допустим, чел за компьютером, который сидит и нарисовал там, ну, грубо говоря, синих человечков, зелёных человечков, ну, в компе там создал, и пустил, типа, натравил одних на других, пусть они друг друга колбасят. А я такой сижу, играю, которые победят. Вот как-то так, что это такой большой эксперимент, типа, научного. Да, да. Выявили там таких специальных существ с ручками, с ножками, назвали их люди. А сами сидят и смотрят там в какой-то микроскоп. Микроскоп, да. Смотрят, ну-ка посмотрим, что они будут на этой планетке-то делать. Сейчас, ну-ка, учёные сидят такие там и пишут в тетрадку результаты экспериментов так. Год номер 1318, создали ядерную реакцию. Ну, у них своя система исчислили. Год номер такой-то, придумали там такой-то закон. Открыли электричество, да. То есть, да, про ребёнка же родители пишут. Ой, научился ходить там, научился говорить там. Ой, буковки научился, да. Вот так сидят и мониторят и пишут. Что ещё эти людишки там на планетке свои сделают? А тут мне как-то вот это. А то, что они друг другу там колбасит, ну-ка, нормально, учёные, допустим, сделали там клетку, посадили подопытных мышей. Ну, иногда мышка мышку загрызёт. Нормально, он пишет по тетрадке. Исходящий реквизит там. Две мышки друг друга загрызли. Всё. Всех в утильке. А там на длине ещё дальше есть эти, эти, как-то, дирекция НИИ, там, над дирекцией НИИ власти города. То есть, мы просто этого не видим. То есть, мы только видим самого типа, ой, вот он добрый, в белом халате, а там ещё выше структуры. Слушай, это глобально, да. А это главный предиктор, Виктор-то говорил, главный предиктор, что там, та-та-та-та-та-та. Есть много версий, интерпретации, как у нас там мир устроен там. И бывает, что одна версия даже не исключает другую. И можно выбирать ту, которая нравится. Бывает, что одна версия там, ну, картина мироздания вкладывается в другую. Как в ладушки. Бывает, одна там более правдоподобная, другая менее правдоподобная. То есть, как на вкус и цвет выбирает там себе картину мира, там, религию, мироздания. Вот, есть, например, такая игрушка, называется Годвиль. Там ты в роли бога выступаешь. То есть, ты бог, и ты себе героя создаёшь, называешь его как-нибудь, он отправляется на приключения. То есть, он там встречается с монстрами, там, их там убивает, или монстры его там, деньги зарабатывают, там, в городах пропевает награбленное. Ну, как всегда. Ты в этом практически никак не участвуешь. То есть, ты сверху наблюдаешь, он играется тебе в текстном виде сообщения, пишут, что там с ним происходит. Причём там сплошной юмор. То есть, там, каждая фраза, ну, как-нибудь там юмористически, А ты не можешь смешаться? Да. А какой смысл? Можно смешаться очень мало. Ты можешь только глаз Божий отправлять. Ну, там, несколько вариантов глаза Божьего, там, типа, копай клад, там, да, или там, молись, там, да, или там, отдыхай, лечись, там, да. А он, причём такой редиск, он тебя может послушать, а может нет. Ну, свобода воли. Он нифига не слушает. То есть, он просу... Там, ты говоришь ему, например, у него, там, полоса здоровья чуть-чуть осталась. Ему говоришь для его же блага, там, лечись, там, типа, да, или корешки, там, там, скушай. Покушай. Лечебные, да. Ну, там, система, там, текстовая, ты ряд команд можешь управлять, а он такой редиск обычно отвечает, там, ну, типа, я, как бы, ну, я бы рад послушать, но у меня там более важные какие-нибудь дела, там, да, или что-то ещё как-нибудь. Ну, как человек себя ведёт, да. Да, он так любит очень. Вот, поэтому, получается, ты отправляешь эти глаза, по большей части он их игнорирует, но, тем не менее, у тебя есть шансы вмешаться, то есть, есть шансы, что он тебя послушает. А можешь ещё делать прямое влияние, это ты можешь, ну, во благо какую-нибудь сделать штуку, она обычно его лечит, но иногда она лечит вместо него монстра, который с ним сражается, или всё вокруг лечит, или вообще куда-то пропадает. А можешь влияние сделать, условно говоря, ну, тёмное, да, тогда есть шансы, что монстр испепелится, может быть, саму герой прилетит там, да, то есть, это вот всё как-то так вот, вероятностные игры. Вот, вот такая весёлая игра, там, кланы есть. Как называется? Годвиль. Ну, город бога, да. Ну, деревня Вилли, это скорее, ну, такая, типа деревня Пункта. Да, маленький населённый пункт. Вот, и там есть много городов, там всякие, ну, тоже смешные названия, там, Снаряжуполь, там какие-нибудь большие бадуны, там, что-то такое. Большие бадуны? Вот, и ты там приключаешься, в общем. Какая интересная игра. Это кто придумал, наши? Ну, скорее всего, да. Ну, русскоязычная игра. Вот, это вот я к чему всё рассказал, что есть вот такая картина мира, да, то есть, что есть бог, который вот как экспериментатор, там, ну, как-то, и создатель, он нас создал, возможно, и за нами же наблюдает, ему интересно, что из этого всего выйдет. Вот, есть картина ещё мира, такое объяснение, что бог, который создавал наш мир, ну, вот, как гностики назвали его Демиург был, и он был вообще злой. То есть, он создал мир злой, ну, вот, где есть зло, потому что он сам злой. Вот, а светлый бог, он создавал наши души. То есть, вот, духовный мир создавал один творец, один вот бог благой, а который вот создавал материю, это был злой уже. Ну, понятно, железо одна корпорация, поэтому получается равное человеке. Добро и зло. Мы наблюдаем вот эту борьбу добра и зла постоянно. Вот, и задача человека, вот, эту материю преодолеть и выйти вот в это... На духовный план, да. ...духовное пространство, да. И гностики считали, что, ну, те, которые разделяют такие мнения, это были гностики. Первого века их было много. От слова гнозис, познание греческого. И они были, оказывается, я вот недавно, ну, читал статьи по этому поводу, были не, как бы, не в стороне от христиан, они были внутри. То есть, среди христиан часть были гностиками, а часть были, ну, условно говоря, фарисеями, я бы их так назвал, ну, или ортодоксами, которые вот, ну, примерно такие, как современные христиане. А, что всё правильно как-то? Ну, вот, по Библии всё как вот, по заповедям, вот, всё как положено, вот, нам вот, всё объяснили, мы этому следуем. Причём они уже тогда сами там, ну, вот, в Библии, это, может быть, отклонились от каких-то, ну, принципов, которым Христос учил, потому что спустя это уже какое-то время прошло. Вот, искажения, они уже начали накапливаться. Но не суть важна. Вот, и гностики, они толковали мистически. То есть, они, например, брали писание священное, они из него, ну, как бы, вот, духовные смыслы черпали, да, они старались понять, как жить, вот, о чём, о каких духовных материях это говорится. А христиане и ортодоксы, обычные христиане, они это более, как бы, тупо и примитивно интерпретировали. Ну, примерно, как многие современные христиане это делают. Не все, но многие.